При окислении глюкозы в процессе производства энергии для нашего тела выделяется много побочных свободных радикалов, как при сжигании топлива автомобилем. Через выхлопную трубу выбрасываются побочные продукты. Даже если мы бездельничаем, живем размеренной жизнью день ото дня. Что если мы ускорим темп жизни и начнем заниматься спортом, начнем сжигать топливо? Тогда мы будем создавать больше свободных радикалов, увеличивать окислительный стресс, и нам придется употреблять еще больше продуктов, богатых антиоксидантами. Почему нас так беспокоит окислительный стресс? Что ж, он причастен к возникновению всех возможных известных болезней, и все больше фактов подтверждают, что выработка свободных радикалов является причиной старения. Почему? Потому что свободные радикалы могут повреждать ДНК, наш генетический код. Если свободные радикалы повреждают ДНК, а они вырабатываются во время занятий спортом. Вызывает ли тогда физическая нагрузка повреждения ДНК, если мы не вносим достаточно антиоксидантов в организм, чтобы нейтрализовать радикалы? Да, и вообще-то ультрамарафонцы – это живой пример повреждения ДНК в около 10% клеток тела во время забега. И этот показатель может сохраняться до двух недель после окончания марафона. Но что можно сказать о непродолжительных физических нагрузках? Нам ничего не было известно до недавнего времени. После всего лишь 5 минут расслабленной или интенсивной езды на велосипеде у вас может произойти всплеск повреждений ДНК. Мы считаем, что причиной этого является окислительный стресс. Но вне зависимости от механизма повреждений ДНК, связанных с нагрузками, тот факт, что даже очень короткий цикл интенсивной тренировки может вызвать увеличение повреждений в ДНК, является поводом для беспокойства. Но мы можем блокировать окислительное повреждение с помощью продуктов, богатых антиоксидантами. И, конечно, когда фармацевтические компании узнали о продуктах, богатых антиоксидантами, они придумали выпускать их в виде таблеток. На брокколи миллиардов не заработаешь, поэтому были изобретены фармакологические витамины с антиоксидантами для профилактики окислительного стресса, вызванного физической нагрузкой. Однако для этого требуются большие дозы, а ее прием в виде таблетки как ни парадоксально может привести к состоянию проокисления и к еще большим повреждениям. Например, парни, которые делают отжимания и при этом принимают 500 миллиграмм витамина С, подвергаются большим мышечным повреждениям, воспалительным процессам и окислительному стрессу. Поэтому вместо витаминных добавок почему бы не добавить в свой рацион жируху, крутыша из семейства капустных? Что если за два часа до тренировки вы съедите порцию свежей жирухи, а затем встанете на беговую дорожку, чья скорость все увеличивается, пока вы в прямом смысле не сдохните. В контрольной группе без предварительного употребления жирухи, как в большинстве случаев и делают спортсмены, наблюдаются следующие уровни свободных радикалов в крови во время отдыха и после изнурительной тренировки, и они соответствуют нашим ожиданиям. А если вы перед тренировкой съедите суперполезный растительный продукт, такой как жируха, сможете ли вы подавить их выработку? Даже больше. После тренировки показатели будут ниже, чем до нее. По крайней мере, съев немного жирухи, вы начнете тренировку с более низким уровнем свободных радикалов. Но только доведя свое тело до изнеможения, вы сможете наблюдать эффект действия антиоксидантов. А что же с повреждением ДНК? В тестовой пробирке клетки человеческой крови были помещены в раствор свободных радикалов и удалось сократить повреждение ДНК на 70% всего за несколько минут с помощью нескольких капель экстракта жирухи. Но происходит ли этот процесс в нашем теле, если мы просто употребляем ее в пищу? Мы не могли точно сказать до недавнего времени. Если вы тренируетесь без присутствия жирухи в вашем организме, повреждения ДНК просто взлетают. Но если в течение двух месяцев вы каждый день съедали одну порцию жирухи, ваше тело настолько насытилось пользой зеленых листочков, что нет никаких серьезных изменений после изнурительной тренировки на беговой дорожке. При помощи здоровой диеты вы можете получить всю пользу от энергичной тренировки без потенциальных рисков. Мы знаем, что регулярные физические упражнения – это ключевой компонент здорового образа жизни, но они могут вызвать окислительный стресс. Для уменьшения этого стресса многие советуют принимать витамины для улучшения вашей защитной системы. Но те, кто употребляет в пищу больше растительной еды, могут естественным образом увеличить защитные способности организма без употребления таблеток для снижения окислительного стресса, вызванного физической нагрузкой, благодаря высокому содержанию антиоксидантов в растениях. Помните, что растительная пища в среднем содержит в 64 раза больше антиоксидантов, чем мясо, рыба, яйца и молоко. Более того, сам животный белок может иметь проокислительный эффект. Тот, кто употребляет достаточное количество здоровой цельной растительной пищи, может достичь состояния насыщения антиоксидантами, которое наблюдается у вегетарианцев. Ведь дело не только в том, едите ли вы меньше насыщенных жиров и холестерина, а насколько больше вы употребляете фитонутриентов. Неважно, идет речь о тренировке или длительной жизни. Нам необходимо есть больше растительной пищи.